Мои лапочки, всем привет! Сегодняшнее мое утро началось в тренировке. Вернулась моя подружка из Санкт-Петербурга, она там отдыхала, ездила на 4-5 дней, она сама с Москвы, и мы с ней онлайн тренируемся. Встали пораньше в 7 утра, и с 8 до 9-10 у нас была мощная тренировка. То есть мы и прыгали, и скакали, и прокачивали руки, и ноги, и пресс, короче говоря, всё. Всё. Смотрите, что вам нужно для того, чтобы эффективно начать тренироваться именно дома. Не обязательно там выдерживать такие серьёзные нагрузки по часу, по час 10. Можно начать с 15 минут, и я вам сейчас хочу показать оборудование, которое я использую в своих тренировках. Самое простое, но при этом необходимое для того, чтобы привести себя быстро и эффективно в форму. Утром встаёте, выпиваете стаканчик водички, либо стаканчик воды с лимоном. Провели тренировку, позанимались хотя бы 15-20 минут для начала, потихонечку. До обеда ничего не кушайте, чтобы разогнать метаболизм, чтобы кровь хорошо циркулировала по венам, с ног в голову, чтобы разгонялся метаболизм. И вот эти вот лишние жиры, всё это сгорало. Поэтому обязательно нужно пить воду с лимоном, тренировочка 15-20 минут. И после неё хотя бы часа 2-3 кушать ничего не стоит. Это я вам говорю как профессиональный тренер. Потом в обед какую-то очень лёгкую еду. Вот. А сейчас я вам хочу показать оборудование, самое простое, которое можно иметь у себя дома, и не выходя там на улицу, ни в какие фитнес-центры, у себя заниматься. Не обязательно, что у вас у всех должно быть оно именно в таком количестве, но обычные гантельки, там коврик, самое такое необходимое, себе можно прикупить. Так что вот так, мои рыбки. Я вам желаю, чтобы вы были всегда здоровыми, красивыми и занимались спортом. Потому что спорт, он всё-таки держит нас в тонусе и продлевает жизнь. Всех целую. Вот, мои хорошие, всё моё оборудование. Это мой любимый степ-рибок. Но у кого его нет, не обязательно. Главное просто коврик иметь, скакалочку. Обязательно гантельки от килограмма до двух. У меня двухкилограммовые гантели, я их очень люблю, потому что они эффективны с ними. Руки качают, ноги, ягодицы, утяжелители, пески, кетлер. Ну, я их называю просто пески, полтора килограммовые. Блин, пять килограммов. Это для прокачки рук, для прокачки ягодиц. Когда вы лёжа ложитесь, получается, на спинку поднимайте ягодицы с ним. Очень крутой блин. И пресс с ним очень хорошо качать. Скакалка. Если у вас квартирка позволяет в квартире прыгать, мы прыгаем по 200 раз за один заход. Если не позволяет, то она не обязательно. Можно начать с приседаний, с прыжков, с бега, с таких небольших кардионагрузок. Ну, вот, в принципе, всё моё оборудование. Это вот гантельки обязательно. Это обязательно пески, прокачка ног, да, утяжелители, скакалка, блин, коврик и степ. Ну, сейчас я вам покажу ещё дополнительное оборудование. Это памп и мой любимый круг. Пойдёмте. Так, смотрите. Вот мой любимый круг холокопия у нас была. Он южнокорейский. Ему 12 лет. Изумительного качества. Даже 13 ему лет. Я его покупала в 2010 году, не поверите. Посмотрите, какие крутые присоски. Он разделён вот на такие пласты. Каждый пласт у него отстёгивается. Видите, вот эти вот кнопочки нажимаются, и он отстёгивается. Он ещё сильнее бьёт. Когда один пласт отстёгнуть, начинает потали бить очень мощно. Его нужно использовать на разогретое тело. То бишь, вот вы потренировались, пропотели, и сразу начинаете его крутить по 500-700 ударов. Это 15-20 минут. На разогретое тело, натощак. Тогда у вас будет потрясающий эффект. Но если вы его крутите, как наелись, не дай бог, это может очень сильно отразиться на внутренних органах. Этого делать нельзя. Такие круги холокупы, а он весит 2-300 кг, они крутятся, мои хорошие, исключительно натощак. Исключительно натощак. По-другому их нельзя крутить. Но эффективно до 10 сантиметров объёма талии они убирают за месяц-полтора. И хотела вам ещё показать памп. Ну, памп, это вот, получается, палка, которая кладётся на плечи. И экспандер. Сейчас я вам покажу экспандер. Ну, вот, мой хороший ещё получается памп. Он около 8 килограммов, он очень тяжёлый. С ним хорошо прокачивать руки, спину, ноги. То есть и пресс качать хорошо, держа его в руках. А вот экспандер. Но я его употребляю в тренировках нечасто, потому что улики его нету. Это зажимается вот такой круг между ног в коленном суставе. И по 500, по 600, может быть, даже по 1000 раз нужно делать сжимания-разжимания. Он прокачивает внутренние мышцы, внутренние мышцы бедра. Вот, поэтому очень хорошо убирает одряблость. И также руки можно сжимать, разжимать. Но я его использую не так часто, хотя он очень эффективный. Если в тренировках его использовать. Просто в тренировках мы много делаем других упражнений с песками. На внутреннюю часть бедра. Поэтому он мне не всегда нужен. Ну, вот так вот, мои лапочки. Можно заниматься и дома, мои хорошие. Начинать с 15 минут и заканчивать полноценной тренировкой. Вы всегда будете в форме, с красивой попой, с тонкой талией, с ровной спинкой и с прекрасными, красивыми, упругими руками. Что немаловажно. Потому что сейчас лето. И у кого-то есть эти одряблости, это все видно через одежду. Поэтому надо заниматься и гантельками, и с гантельками, и с пампом. И приседания делать, и пресс качать. Потому что все мы любим где-то покушать. Что-то вкусненькое схватить. Но потом это все откладывается, мои хорошие. Ну вот, показала вам свое оборудование. Вот такое у меня сегодня утро. Всех люблю, целую, мои хорошие. До встречи на моем канале.